Дорогие друзья, вы попросили меня в рамках программы, связанной с изданием книги «Цивилизация людогенов. Британские корни» Гитлера и Чубайса, вы попросили меня рассказать мои познания о высокой кухне. Высокая кухня, ну в моем представлении это огромная тарелка, на которой лежит маленький плевочек чего-нибудь, действительно очень вкусного. Действительно маленький плевочек, который нужно фотографировать, которым нужно наслаждаться, который нужно обсуждать, по поводу которого можно даже переживать. Но съедите вы это или не съедите, большой принципиальной разницы не будет. Поэтому я расскажу вам о своем кулинарном переживании. Действительно последнего года. Так получилось, что в последнее время я довольно часто прохожу мимо того, что раньше называется Макдональдс. Сейчас там какие-то палочки. А, вкусная точка сейчас так называется. Гениальное название, я согласен. И довольно много людей, мне знакомых, обсуждают и переживают, как изменился вкус традиционных блюд Макдональдса после того, как он перешел в российскую, после того, как он стал российской компанией. На самом деле, я не выдержал, я пообщался с настоящими знатоками этого, как это называется, по-моему, ресторана быстрого питания и проверил их выкладки сам. И могу свидетельствовать, что в принципе все осталось неотличимым. В чем разница? Кока-кола. Да, действительно, она не та. Но это связано с тем, что западные корпорации, которые производят кока-колу в России, как производили, так и сейчас производят, они просто не все вещества привозят и в эту кока-колу добавляют. Раз. То есть, это вопрос не к вкусной точкам. Второе. Знатоки говорят, вот какие-то не такие, какая-то виловатая стала картошка фри. Ну, понятно. Раньше она делалась из порошка вакуумной сушки, порошок, который вез все из Бразилии, а сейчас он делается, ну, наверное, из российской картошки или из белорусской. Честно говоря, я фундаментальной разницы не ношу, но знатокам виднее. Это то, что ощутил я. Причем я это проверил на многих людях, и это не один я заметил. Раньше у вас съедали самый маленький кусочек еды в Макдональдсе. Один пирожочек, на двоих, как это называется, гамбургер, на двоих чикенбургер, на двоих чизбургер. И все равно этот крошечный кусочек ложился вам в желудок несколькими кирпичами. И как бы малого вы не ели в Макдональдсе, вы выходили оттуда с мыслью о том, что у вас в животе лежит кирпич или, по крайней мере, полмешка цемента. И, господи, зачем я это с собой сделал? Вот сейчас этого эффекта нет. То есть я иногда полноценно обедаю, я иногда обедаю неполноценно, но все равно я довольно много в нем. И я могу сказать, что сейчас это обычная нормальная человеческая еда. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Но ощущение того, что съев крошечный кусочек бутерброда, я получаю желудок цемент, вот этого нет. И это действительно реальное улучшение, которое заметили в том числе фанаты Макдональдса, как бывают фанаты ковбойских штаммов. Спасибо.